ФСБ задержало вот в Ингушетии каких-то чертей, которые работали в пенсионном фонде, крали деньги, и там организована преступная группа «Почта России» и пенсионный фонд, и украли, внимание, 2 миллиарда рублей. Представляете, просто вопрос, не было бы никаких пенсионных фондов, раз уж такие деньги разворовались, казалось, мелочь, какая-то херня, какое-то там почтовое отделение и какой-то пенсионный фонд маленький, и украли такие деньги. Представляете, что в рамках вообще России творится? Вот для этого это и сделали. Это все Обама, и это я даже не сомневаюсь. И прикольная ситуация, да, то есть вот давайте посмотрим. Видите, бабушки тут запускают воздушный шарик, это вот путинские бабки, запускают мангольфьер такой маленький, рассказывают, что это их шары летают над Америкой и прочее. То есть волна достигла успеха, пробудила в головах этих бабок желание там шары запускать против Байдена, шары победы. То есть мы уже на благодатную почву высыпали зерна, они прорастут, и 9 мая нам нужно, чтобы все вот эти ватники побежали запускать шары победы, начиная с 8 часов утра. Так что давайте их тролльте, да, везде запускайте эту информацию, что надо незамедлительно там готовить шары, гелий, там горелки газовые и прочее, прочее. Но самое смешное, не только этих мы протроллили фестиваль воздушных сердец, прошел в подмосковном Дмитрове, тоже запускали воздушные шары. В общем, все съехали на шарах, давайте веселиться с шарами, ну давайте повеселимся. Также вот я понял, сошли с ума и депутаты, их тоже протроллили наши, вот некий Дмитрий Кузнецов заявил, что 1 миллион граждан США хочет переехать в Россию и мешает только проблема, это российское миграционное законодательство. Так что так держать, продолжать этих дураков троллить, они говорят, заставь дурака Богу молиться, он себе весь лоб расшибет. Вот это вот про этих, то есть им надо только вкидывать правильные идеи и все, и у них там взрывается башка, у них возникает нездоровый энтузиазм, и пусть они продолжают и дальше. В Екатеринбурге начали продавать крашеную селедку, вот так вот, красная рыбка, не красная рыба, а красная рыбка, сельдь филе. Жесть, да, прям как в этом, в советский период, помните стишок был, в магазине и в оси пол зарплаты отнеси, а поедешь на такси всю неделю хер соси, да. Вот это вернуть, ну тогда-то нормально было, да, тогда еще можно что-то как-то, а сейчас все, деликатес такой. Ну, говорят, что Путин гений, потому что у него огурцы стоят дороже, чем ананасы. Ананасы в два раза дешевле огурцов, это охренеть. Кириенко провел неформальную встречу с главами регионов и волонтерами в Ростове, то есть он ведь пытается себя тоже на роль некого полевого командира и лидера, да, пытается себя, так сказать, продвинуть, но у него это херово получается. Ну, в Липецке вот сфотографировали очередь за сахаром, даже не буду вам показывать. В Туве запрет на алкоголь 21, 23, 24 февраля, там и праздник Новый год их, да, и Масленичной недели, и День защитника Отечества, да, и что хотите, в общем, все-все одновременно. Да, и, кстати, хотят в России везде, чтобы в День защитника Отечества плавно перешел по Масленицу, там, и Прощенное Воскресенье. В общем, будут бухать беспробудно и славить Путина. Россиянам задержали на госуслугах оформление загранпаспортов из-за отсутствия согласования с органами ПСБ. Ну, я думаю, что некоторых задерживают, выдачу загранпаспортов, потому что они являются военнообязанными. То есть они понимают, что сейчас им даже загранпаспорт, но если даже у него на КПП они сейчас поставят сторожки, чтобы военнообязанные не смогли проехать, они говорят, что с апреля будет на самом деле это вранье. Мы знаем и нам сообщают, что программы на компьютеры уже установлены, нужно будет просто одним движением закачать эти списки и все. А программы уже стоят на всех ПСБ-сных, ну, пограничных компьютерах. Поэтому сама система уже работает. Да, я думаю, что в любую секунду можно будет нажать кнопку и все, и там смотрят паспорт, хоп, а ты красным высвечиваешься. Ты, тебе подлежишь мобилизации, езжай домой. Но они понимают, что те люди, которые возьмут загранпаспорта, на КПП их не остановят. Ну, что, они на КПП его схватят, повезут в военкомат, они его просто не пропустят. Он обойдет от КПП на границу Казахстана, пройдет через границу, если его даже прихватят, заплатят штрафы и свалят нахер в Киргизию. И все, из Киргизии уже улетит, куда ему нужно. Поэтому это легко все проделывается, они это прекрасно понимают. Поэтому они сейчас и задерживают эти загранпаспорта. И Путин писал указ о награждении главы Конституционного суда Зорькина высшей наградой России орденом Андрея Первозванного. Конечно, вот как Рафаэль пишет, за огромный вклад в пожизненное правление президента. Это точно. Зорькин – это конченый мерзавец, конечно, который должен предстать перед трибуналом. И, в общем-то, мы должны получить от него соответствующие показания в трибунале. В 2016 году Шувалов смеялся, что у россиян, россияне покупают 20-метровые квартиры. А вот пишут, в феврале 2023 года, то бишь сейчас, в Москве начали продаваться квартиры в 8,8 квадратных метров. Цена – 4,3 миллиона рублей. Можете себе представить? 8,8 – пишут, Шувалов, наверное, просто угорает. Как в анекдосе, помните, когда местонцы встречаются, там, привет, как поживаешь и так далее. Ну, нормально, нормально, все поговорят. Да как поживает наш друг Хейно? Хейно купил себе квартиру. А сколько комнат? Одна. Меньше не имело смысла. Вот так и здесь. А здесь получилось меньше, да? Меньше не имело смысла. 8,8 квадратных метров. Я говорил, что он чебурашка и живет в телефонной будке. Оказалось, нет, видите, еще-еще других чебурашек давал. Самолеты какие в России замечательные. Аэрокомпания «Победа» не смогла вывести людей из Дубая, потому что сломался самолет. Прислали другой, он тоже сломался. Вот такая «Победа». Ну что, вот приезд Байдена привел ватников в полный шок, да? Они просто там охреневают все, потому что, ну как же, а как же так-то? Ну, самое страшное, они там все шары какие-то отправляют бабки без зуба и в вязаных шапках, чтобы Байдена напугать. А он не испугался, приехал в Киев, говорит, 700 танков дам, плюс Европа еще уже, я так понимаю, 380, да? Да, это еще цифра была нарисована, плюс бронемашин несколько тысяч, да еще Европа даст, не знаю, сколько бронемашин. То есть, получается совершенно чудовищная картина. Сил хватит не то, чтобы там вышибить путинцев вполне, чтобы дойти до Владивостока, хватит сил и легко, вообще без проблем. То есть, зачем такое большое количество техники дается? Ответ очень простой, да? Потому что на границах не остановятся. Ну, это чтобы иллюзий-то ни у кого не было, а то там люди полны иллюзий. Такая лица. Продолжение следует...